добрый день дорогие друзья хотела показать вам на личном примере как я буду опрыскивать свои розы но погода категорически не позволяет мне этого сделать то снег то дождь в общем то погода пока очень мокрая и я не могу никак опрыскивать свои розы а время давно пришло я подумал что многие из вас может быть живут в регионах где уже тепло сделать это можно и это делать нужно чем быстрее тем лучше поэтому я решила вам просто рассказать как это буду делать я вот на моем столе вы видите те препараты которыми и я буду пользоваться первая моя обработка будет сделано следующим препаратами есть такой замечательный препарат хорус вот он лежит у меня на столе вот он хорус он бывает в разных упаковочках и вот в такой два грамма и вот в такой один грамм и в этом году в обе я купила вот хорус вот такой 3 грамма очень замечательный препарат я уже говорила вам что этим препаратом я обработала все свои черешни и вишни и яблони груша то есть все плодовые деревья но обрабатываю я не только одним а хорусом я делаю баковую смесь хорус у нас это препарат который предназначен от болезни мы не лез комикоз плодовая гниль парша в общем здесь мучнистая роса очень много заболеваний с которыми этот препарат позволяет справиться на растениям а вот она и уже давно активизировались у нас и вредители поэтому я делаю баковую смесь из двух препаратов это хорус и вот у меня есть такой препарат актора как я это делаю как буду делать значит у меня есть вот такое ведерко оно литровое это из-под удобрения я наливаю пол ведерка воды и добавляю вот в это ведерко хорус вот по инструкции все говорят надо по инструкции по инструкции три грамма вот этого хоруса нужно растворить в девяти литрах воды вы знаете я давно как-то смотрела ролик александровый и согласны с ней совершенно что вот когда покупаешь препараты вот в таких упаковочках в общем-то дозировку можно немножечко увеличить потому что это не оригинальные препараты и я делаю вот так я беру вот два пакетика 6 грамм вот значит три грамма высыпаю ведерко и половина пакетика вот еще полтора грамма то есть целом четыре с половиной грамма я добавляю этого средства на 10 литров воды значит налив ведерко водички я высыпаю четыре с половиной грамма хоруса сбалтываю водичку и добавляю 8 грамм окторы окторы я добавляю строго по инструкции для роз 8 грамм почему потому что октора у меня профессиональная и ее ни в коем случае нельзя добавлять больше нормы то есть конечно когда бывают такие ситуации что у нас трипсы на валились на наши розы или что-то еще такой более серьезный то я и добавляю на 10 литров 16 миллиграмм октави но в данной ситуации для баковой смеси я использую только 8 грамм кроме того знаете я добавляю одну ложечку вот такую сейчас я вам покажу вот такую ложечку одну добавляю у меня есть прекрасные так сказать прилипатели вот последнее время я добавляю вицит вицит но не у каждого есть такой прилипатель да это совсем и не обязательно я специально вот поставил вам у кого нет зеленое мыло пожалуйста добавьте чуть-чуть недорогой прилипатель вот у меня липосам тоже можно добавить ложечку по инструкции вот эту смесь я добавляю довожу до литра вот в этой баночке выливаю значит предварительно налитый там 5 литров например опрыскиватель выливаю вот эту литровую баночку с раствором баковым этой смеси добавляю до 10 литров размешиваю и опрыскивать тщательно все наши розы но я опрыскиваю не только розы я обязательно опрыскиваю и землю вокруг роз что касается вредителей что было бы замечательно замечательно пролить бы почву вот не опрыскивать растения октавы а пролить бы почву под растениями но мне к сожалению очень много роз и я это процедуру не делаю потому что под 400 кустов роз там бегать вот с ведром подливать это очень тяжело поэтому я опрыскиваю если у кого-то немного роз немного то возьмите 1 грамм октары на 1 литр воды и там по два-три литра под куст потому пролейте потому что сейчас уже вредители вы знаете они уже частично ушли в почву поэтому такая обработка почвы она актуальна полезно я думаю что вы будете не будете жалеть что вы ее сделали но если нет такой возможности сделайте вот такой баковый смесь обработайте свои растения рано утром или ближе к вечеру и я думаю что они вам будут благодарны вот здесь у меня очень много всяких средств все они в основном у меня профессиональные но иногда я их покупаю так сказать в обычных магазинах вот здесь что такое средство у меня есть струбе я очень люблю это средство она к сожалению сейчас по моему не продается не выпускается если только где-то из запасов вот я его приобрела позапрошлом году вот такой вот спустя после этой обработки когда я обработала в первую свою обработку я обязательно еще раз обработаю свои растения то есть розы и розы и деревья вот этим препаратом строби от болезни и вредителей строби кстати чем хорошо хорошо это средство им можно обрабатывать даже цветущие деревья и правда этого не делаю но в принципе это возможно не навредит нашим растениям я буду вам рассказывать постепенно какие препараты я использую если вот например я вам говорю что на овощных я крайне редко использую какие-либо препараты то с розами конечно дело обстоит совершенно все по-другому здесь я экспериментирую у меня масса различных препаратов которые я использую вот некоторые из них здесь на столе я вот буду использовать такой препарат как гибри гибри лин это антибиотик для роста растений у меня есть цитадек которым я вот тоже в ближайшее время обработаю свои растения для лучшего развития почек у меня есть телеплант и я вам буду рассказывать как я пользуюсь этими препаратами для чего я пользуюсь этим препаратом и буду вам показывать на примере еще хочу с вами поделиться моя подруга я вам говорила в общем-то не секрет это известный блогер а я купила вот такой наборчик вы знаете он продается в ашане в магазине была дилема лично но как отмерить отмерить вот там 5 миллиграмм это вот сложно было это не делать я вот купил два таких наборчика и вот теперь когда мне надо 1 миллиграмм ложечка там есть 1 миллиграмм 5 миллиграмм 15 миллиграмм это стоит копейки если вам пригодится эта информация используйте ее очень удобно ну вот к сожалению как я опрыскиваю показать я вам сейчас не могу потому что вот видите погода не позволяет мне это сделать но если у вас есть такая возможность не затягивайте обработайте свои розы вот и я думаю что все будет с ними в порядке они будут здоровые крепкие будут хорошо цвести о дальнейших работах в саду я буду вам постоянно рассказывать будет интересно подписывайтесь на мой канал всего вам самого-самого доброго